вышли в прямой эфир давно меня здесь не было именно в эфире привет привет всем приветики вещи забрала с поляна нет я на поляну не поехала лёша их соберет и привезет решила не делать лишних тем и не мотать себе нервы привет из якутии привет из стамбула привет привет как себя чувствуете отлично привет как самочувствие отлично самочувствие так спокойно так мне хорошо сейчас вы даже не представляете привет из дагестана как настроение настроение вообще бомба танюш привет привет а где твой сыночек собачка вот он охраняет доченьку какая вы милая и нежная спасибо вам огромное привет из актовкара привет екатеринбург с вами вас лёша вместе да вместе привет из белоруссии умничка что не поехала я считаю это правильно а ты где я в нашей новой квартирке выбрали имя конечно имя уже у доченьки есть необычная красивая редкая очень редкая сколько неделек уже 34 недельки и 5 дней рожать будете в москве конечно привет из старого оскола я тебе писала привет привет надо посмотреть директ привет из эстонии привет из москвы всем привет привет из уфы как вас много я не успеваю танюшка привет как самочувствие привет самочувствие просто шикарно спокойно самая главная самое главное мне спокойно я вот сейчас одна Я со Шпуликом нахожусь в квартирке, поделала дела, поговорила по работе, теперь могу отдыхать. С какой недели почувствовала шевеление? С 18-й, по-моему, или с 19-й, где-то так. Так, как ваше самочувствие? Отлично, привет, Леша думает уходить с Дом-2 без рекламы. Нет, Леша будет на Доме-2, так, привет из Эстонии, привет, вы с Лешей помирились, а мы, собственно, не ругались, мы просто выясняли наши, как бы, насущные проблемы. А почему не поехала на Дом-2, утерли бы нос участникам? Я не захотела трепать себе нервы, делать темы, не хочу. Так, наслаждайтесь этим временем, так, не хватает сейчас животика, скучаю, да, понимаю, я сейчас как раз-таки наслаждаюсь своим аккуратненьким маленьким животиком. Рекламу делайте? Да, делаю. Кому нужна, пишите в Директ. Давай увидимся во Сколе, я во Сколе буду не скоро, но как только, так сразу обязательно увидимся. Так, привет из Молдовы, привет, как решила придумать имя Шпулику? Не знаю, это что-то Леша, хотела его малышом назвать, хотела Оскаром, кем только не хотел, хотела Лео, в общем, ничего не подошло, он просто стал Шпулем. Так, ты вернулась на проект? Нет, не вернулась и не собираюсь возвращаться туда. Вот, говорю один раз, что 100% я не собираюсь на проект, это вот 100%. Так, терпение тебе, и часто шевелится твоя дочь, а сейчас очень часто, конечно, срок-то уже большой, сейчас прям ей мало местечка. Когда родишь в эту квартиру поедете? Думаю, что да. Привет, писала волос, не ответила. Надо посмотреть, еще раз напишите, может быть, я в этот раз увижу сообщений очень много. Помню, тебя еще маленькую фигуристку выладила. А как вы будете жить тогда, если он на проекте остается? Он будет приезжать вечером и до обеда следующего дня. Вот, мне одно очень спокойно, комфортно, самое главное, самое главное, это мое спокойствие сейчас, поэтому мне никто не мешает, меня никто не терроризирует, мы со Шпуликом просто кайфуем. Как в новой квартирке, все нравится вообще замечательно, отлично. И двор красивый, зелененький, и квартирка уютная, беленькая, небольшая. После рода вернетесь на проект? Нет. Не сейчас, не после родов я не собираюсь возвращаться на проект больше вообще. Я сделала для себя выводы, что мне без проекта намного лучше. Мне прямо, знаете, такое чувство, что вот хочется жить, не в периметре находиться 2-4 на 7, а вот именно жить нормальной, адекватной человеческой жизнью. Не трепать нервы, не принимать провокации, не оправдываться и разговаривать на любые темы. Так, я, приветик, так, после рода вернешься на проект? Нет, боишься рожать? Да, сейчас появился страх, до этого его не было, сейчас прям вот появился. Когда ставят ПДР? 20 июля. Танюша, ты такая классная, воспитанная, милая, очень сильно за тебя переживала. Пусть все будет хорошо у вас. Я вас целую, обнимаю, очень приятно, что вы пишете вот такие мне пожелания от чистого сердца. Ты умничка и красотка, спасибо большое. Ой, я не успеваю, я не успеваю, я не успеваю читать вас всех. На Дом-2 приходит Любовь строить, а Твою Безу что там будет делать? Слушайте, время покажет, как бы, вообще планируют быть один, потому что, как бы, как одиночка, он сильный для проекта, поэтому его там, собственно, как бы, скажу по секрету, держит. Так, Леша еще на проекте, скоро приедет. Не переживайте за Алексея, в последних эфирах Дом-2 показывали какой-то ужас. Честно, переживаю, но думаю, знаю, что он сильный человек, он мужчина, сам за себя постоит и разберется, поэтому не мое, как говорится, это особо дело. Сколько уже весит малышка? Килограмма два, примерно, плюс-минус, там, не знаю. Пожалуйста, делай чаще эфира. Хорошо, мои дорогие, теперь я смогу чаще с вами выходить в эфир, потому что я теперь одна со шпуликом в квартирке. Будем делать дела, как поделаем, как поработаю сразу с вами в эфира, буду делать чаще. Хорошо, я вас услышала. Легких тебе родов, спасибо большое, мои зайки. Ты не боишься оказаться дома одна в момент начала родов. Знаете, есть такой вот, как бы, чуть-чуть страх, но я думаю, что скорую вызвать быстренько, поэтому все наладим, все решим, как оно получится, так и будет. Подпишусь под каждым словом, что ты классная. Спасибо большое. Леша с тобой будет? Вообще будет, да. А там мы выясняем, как бы, как и что дальше, получится, не получится, не получится, ну что ж теперь, ничего страшного. А получится, а получится, значит, получится. Прямым текстом он там из-за денег. Отчасти да. Не бойся, это больно, но все быстро, спустя время и не вспомнишь. Танюша, привет, как дела? Как принцесса, как самочувствие? Без тебя проект неинтересен. Я хорошо. Моя доченька просто шикарна. Вот как с такой охраной не будет малышке классно и тепло? Он же ее греет, постоянно он чувствует, он просто чувствует. Так, с Юлей Белой общаешься? Да, с Юлей Белой лучше всех общаюсь. Так, тебя задело, когда Крис ударила Алексея? Нет, не задело, потому что ударила, задела за слова неприятные. Ваня тоже следом сказал очень неприятные слова для нашей малышки, но я так понимаю, что он начал первый, поэтому квартиру снимаете в районе Соларьева? Нет, не совсем. На Дом-2 вернешься? Нет, не вернусь. Ни сейчас, ни после родов. Вообще не вернусь. Почему ты не ценишь тех людей, которые за тебя горой на Доме-2? Ценю от всей души и от всего сердца. Ценю и выражаю благодарность. Вы с Лешей не вместе? Вместе. С кем из проекта общаешься? С Юлей Белой? С Ваней? С Кристиной? С Настей Саевой? С Сережей? С Владом Дубровским? Так. Где будешь работать? Удаленно дома, конечно же. Я же не пойду еще с животом по специальности работать с детками. У вас будет парная рода? Вы знаете, хотелось парной и хочется, но как-то вот страх берет. Страх берет даже то, что вот я одна буду рожать. И как бы хочется и парной, и хочется и одной. И вот я даже не знаю, как лучше, как мне будет лучше, как мне будет комфортней. Я не знаю, я думаю, еще есть время подумать на эту тему. Так. Ты в новосъемной квартире? Покажи нам квартиру, пожалуйста. Да, я в новосъемной квартире сейчас минуток через пять покажу. А тут шпулька так пригрелся. Классно, не хочу его тревожить. Ты-то, Танюш, ты такая милая, приятная. Выходи чаще, пожалуйста, обожаю. Я с вами, дорогие, теперь я с вами. Теперь я могу с вами разговаривать на любые темы. Открыто, не на камеры, без микрофонов. Поэтому будем с вами чаще беседовать. Так. Кто по образованию? Педагог. Как приятно смотреть и слушать тебя доброй, открытой, искренне. Пусть все у тебя будет прекрасно. Да вы ж, мои хорошие. Спасибо большое. Я вам отвечаю только взаимностью. Я вам отвечаю только взаимностью. Так. Ну и слава Богу, счастья тебе. Так. Все у тебя будет хорошо. Господи. Так много сообщений. Ты еще любишь Гранта. Да кто такой... У нас любовь дружеская. Вы что? Всегда она была дружеской. Всегда он меня поддерживал. Я его поддерживала. Мы разговаривали по душам. Поэтому... Ну какая любовь? Так. Кристина и Ваня, они хорошие, говорят правду. И тебя защищают. То, что ребята говорят правду, да. Да, я согласна. Вообще не отрицаю. Так. Леша, сейчас с тобой нет. Я одна со Шпуликом. Где твоя собака Шпиц? Ответь. Микушу я подарила бабушке уже давно. Он у нее уже вырос. Я выставляла сторисы, когда приезжала в Губкин. У бабушки жизнь поменялась очень сильно. Стала ярче, насыщеннее. У нее появился свой сынок, за которым она ухаживает. Она там его просто... Не то, что ухаживает. Она там просто его обхаживает. Вот. Поэтому он у нее там просто... Цветет среди котов. И я рада, что у бабушки... С Микки поменялась жизнь. Прям в корне. Бабушка начала выходить, гулять, общаться с людьми очень много. Ну, просто вот... Жизнь от и до поменялась. Ребенок от Безуса хоть... Да нет, не от Безуса. Он пошла, нагуляла себе. Пошла от кого-то, не знаю, от кого. Ты так и планировала, когда беременела от Леши, что через 9 месяцев все именно так с тобой и будет? Нет, конечно, не планировала, что так и будет со мной. А ребеночка, конечно, планировала. Я с 18 лет хотела детей. Малышка в первую очередь для меня, для мамы, поэтому... Так, вы образованы и добра. Вам точно не место на Доме-2. Согласна. Полностью с вами согласна. Леша будет с тобой или останется на проекте? Он остался на проекте, но будет ко мне приезжать, поэтому там дальше посмотрим. Мне сейчас очень хорошо. Так. Будь счастлива, Танюш, самое главное, это достойно лучшего. Спасибо вам огромное. Так. Какие витамины пьешь во время беременности? Фолиевую кислоту, магний-B6, потом йодомарин, железо, сорбифер, потом этот... Как его, господи, забыла? Фембион-2. В принципе, все. Танюша, ты мудрая. Спасибо большое. Сколько платили в Доме-2? А этот вопрос остается неотвеченным. Так. Танюша, привет. Как ты себя чувствуешь? Привет. Я чувствую отлично. Он там, ты тут. Бред, не семья. Это факт, факт. Я согласна с вами. Тебя на Дом-2 обидели? Нет. Абсолютно никто не обижал. Никто вообще. Ну, кроме как были там стычки с участниками, конфликты, провокации, как бы это нормально. Это шоу. И многие это понимают. Хватит давить на жалость. Так. Макс 163. Скажите, пожалуйста, вот аргументируйте, где я давлю на жалость. Если я говорю то, что у меня на душе и то, что меня тревожит, так я имею право на это. Поэтому если вы считаете, что я давлю на жалость, ну, это совсем не так. Я могу говорить все, что я чувствую, все, что я думаю и имею на это право. Поэтому я на жалость не давлю. Так. Таня заблокирует. У Максима уже да, моя Настюша менеджер пишет. Надо, надо, сейчас я вернусь к нему, к этому Максу. Заблокировать. Угу. Ну, все. Макс теперь в блоке. Так. Таня, ты замечательная. Взаимно. Взаимно. Спасибо большое. Пипец у некоторых вопросов. Не говорите вообще. Бывают люди, как с луны свалились. Таня, во сколько лет ты забеременела? В 21. Сколько платили в доме 2? Да не отвечу я на этот вопрос. Нельзя. Нельзя разглашать. Нельзя. Поймите вы. Не отвечу я. Хоть во сколько. Задавайте этот вопрос. Так. Танечка, ты очень классная. Всегда за тебя переживала. Очень жаль, что ты не будешь на проекте. Очень было интересно смотреть. Приветик из Минска тебе. Приветик из Москвы. Очень приятно. Очень приятно. Я отвечаю всем взаимностью. Блин. Темнеет. Надо свет встать, включить. А я вот не могу встать, потому что шпулечка вот здесь вот очень-очень сладко спит. охраняет мою доченьку. Не хочется мне малыша тревожить. Так. Танюшка, знаешь, Вова Бирюкова, он тоже оттуда. Так. Пожалуйста, покажи квартиру. Потом тоже бросишь ребенка на шею родителям, приедешь вновь. Че, вообще что ли? А, это Макс, которого я заблокировала. В общем, да, он дурной какой-то. Таня, верно? Думаешь, ребенок прежде всего для тебя, это главное, естественно. Тут даже спорить не буду. Так. Будьте здоровы, это главное. Спасибо большое. Таня, заблокируй этого Макса. Уже пошел в блок этот Макс. Дорогая аренда квартиры? Нет, нормальная. Ты думаешь, что когда-нибудь встретишь мужчину, который возьмет тебя с чужим ребенком? Честно, я считаю, что если мужчина полюбит тебя, то он примет твоего ребенка, неважно от кого он. Вот, поэтому я считаю, что в первую очередь мужчина должен полюбить женщину, а потом уже само собой получится. Кто-то, допустим, не может принять из мужчин женщину с ребенком. Но я считаю, что это глупо. Ребенок здесь совсем ни при чем. Так. А тебе бы хотелось, чтобы он ушел или тебе лучше одной? Мне хорошо одной, да. мне замечательно одной. И я понимаю, что как бы ему нужны деньги, чтобы платить кредит, поэтому тоже, тоже понять можно это. Красотка, да хватит жалей. Почему ушла с Дом-2? Потому что я поругалась тогда на Лешу из-за конфликта с Аленой, Апенченко. Ой, из-за конфликта, из-за ситуации с Аленой, Апенченко, когда вот это произошло в комнате, сказала, что после этого я больше просто нет желания, не хочу возвращаться на Дом-2 в этот... Вы с Лешей расстались? Нет. Почему он не уходит из Дом-2? Потому что он сильно как одиночка, и, ну, как бы зарплата есть зарплата. Ты очень добро желаю тебе легких родов и женского счастья. Ты этого заслуживаешь. Спасибо большое. Танюшка, ты лучшая. Спасибо. Спасибо, зайка. У меня 32 недельки и 4 дня. Мы с тобой близки по сроку. Ну, практически. У меня 34 и 5. Так. Дай Бог здоровья тебе и малышки. Спасибо, мои хорошие. Танюш, с собранными волосами тебе так идет. Да я, знаете, это... Ходила, короче, мыться и просто это как бы заколола их вот так. А бы как зря. Поэтому удобно зато. Вы купили для... Все купили для дочки. Да, осталась только ванночка и комод с пеленальным столиком и все. А так все, конечно, есть. Как же много сообщений. Ой, совсем немного осталось и скоро встретимся с доченькой. ну, Ой, запросы. Может, с кем-то выйти пообщаться. Давайте. Валентина, общаемся. Ты видела историю, Леша? Нет, по-моему, если он сейчас вставлял, не видела. Не видела. Ты очень классно выглядишь, лучше, чем на экране. Спасибо вам огромное, дорогие. Леша будет на проекте это нет? Совершенно верно. Таня, как тебе имя Карина? Честно, не нравится, не люблю такие имена. Карина, Маша, Даша, вот такие вот. Соня, еще что-то. Так. Ревнуешь, Леша, к кому ревновать-то? Было бы к кому. Вообще не ревную. Раньше ревновала бы, поняла, господи, думала, блин, ревновать себя не уважать. Таня, у вас с Лешей расстались? Нет. Мы не расстались. Пользуешься против растяжек кремами? Нет, честно, скажу вам, пару раз попользовалась, и все, а так ничем не пользуюсь, растяжек нет. Фу-фу-фу-фу. Отеков нету, ничего нету, поэтому, слава богу, даже не пользуюсь. Таня, проект же про любовь, что Леша будет там делать? Леша сильно, как одиночка, будет работать. А для малышки имя выбрали уж, конечно. Конечно. Почему на Доме-2 вас выставляли глупо, честно? Такой же вопрос. Видимо, я чего-то где-то не договаривала, каждый день меняла мнение туда-сюда-обратно, поэтому, ну, как бы, честно, вот так, мне кажется. Так. На груди потом будут растяжки после прихода молока, может быть, конечно. Мне кажется, что сто процентов это будет. Вам в жизни лучше, чем на экране. Спасибо, спасибо, дорогие. Я тоже с этим не согласна. Таня, у вас красивая форма бровей. Угу. Завтра, кстати, пойду к Ирочке на бровке. Она вот в меня, кстати, смотрит, по-моему. Ирочка, Ирочка смотрит, сейчас посмотрим. Да. Ирочка смотрит, завтра у меня, у нее бровки. Кстати, брови у меня очень сильно запущены, просто их сейчас в темноте не видно. Это я их так крашу. А так они очень прям запущены. Не выщипано, ничего. Завтра к Ирочке пойду, сниму сторисы, снимем работу, будет просто вау. в жизни худеет, чем на экране, почему-то. Кстати, хочу вам сказать, что экран прибавляет плюс 7 килограмм участникам. Да-да-да, это так. Блин, ты крутая, обожаю тебя, было бы приятно пообщаться с тобой. Мне тоже с вами всеми приятно пообщаться, и тоже хотелось бы просто пообщаться с каждым наедине, но я понимаю, что у вас много, это, ну, как бы невозможно просто-напросто. Так. Таня, ты очень умная девочка, вот горе на Апенченко тупее некуда. Ну, каждому свое, как говорится. Включу свет, темно. Сейчас я включу свет, свет. Да, тебя потревожило, мой сладкий друг. Потревожило тебя, спал маленький. Спал маленький, да? Спал мой сладенький. Сейчас включай свет, и могу показать вам квартирку. Так. Смотрите, вот тут вот такой зальчик. тут вот такой зальчик, тут яблузальчик со шпулем. Коридорчик. Тут вот санузел у нас такой, такой вот такой. И кухонка. Господи, где свет? вот он. И кухонка такая вот просторненькая, уютная. В общем, как-то так. Как-то так. животик, кстати, маленький, мне кажется. Да, Шпуля? Шпуля. За Соня. За Соня. Да? Ложись. Ложись, маленький. Так, Шпуля уже приучила к улице? Конечно. Он в туалет ходит и дома на пеленочку, и на улицу. Когда как? Уже разложила вещи, ну, можно сказать, наполовину. Практически. Почему нет ковров в квартире? Не холодно? Нет, не холодно, особенно сейчас лето. как бы, ну, может быть, там осень по стилю ковры. Здесь в квартире будешь жить дальше? Думаю, что да. Вредно с собакой находиться? Кто такое сказал? Кому вредно? У кого аллергия на шерсть, тому вредно. А мне шикарно. Посмотрите, как, как, как с ним просто, как с ним может быть вредно находиться? Как? Как? Если он такой сладкий? У кого аллергия, тому, конечно, вредно. Так, Безус, конечно, разочаровал. Будешь счастлива, Танюшка? Спасибо огромное. Диван надо разложить, тебе квартирка уютная. Конечно, надо разложить, я на ночь разложу, постелькой застелю. Поэтому сейчас пока мне так хорошо это помещается, что маленькая ростка. У меня еще и места сколько остается. Так, сколько часов в день он спит? Шпуля спит часто, потом он начинает бегать со своей уточкой. Купила ему игрушку-уточку. Он ее просто обожает. Он носится с ней, вообще ненормально, забивает все углы, наверное, мне кажется. Потом обратно спать ложится, кушает, в туалет ходит, играется и спит. Не закрывай динамик, да, уже открыла. Так, что делаешь? Сижу. С вами общаюсь. Сколько набрали килограмм? Сегодня взвешивалось 50 килограмм. Набрала 9. 9 килограмм. Все будет хорошо, конечно. Я в это верю. Видела видео, где катаешься с животом, это круто. Да, я старалась. Старалась не переборщить, не упасть, ничего такого. Покажи игрушечку, которую Шпуль любит уточку. Смотрите, вот она. Вот она, вот она, вот. Вот эта утка лежит Шпулина. Он ее просто обожает. Да, Шпуль? Шпуль, ты любишь свою уточку? Шпуль, где уточка? Уточка где? Где уточка? Где уточка? Ему по-моему пофиг. Сейчас он если спать хочет, то это все. А где Безус? Нет, мы не расстались. Безус на поляне. Сейчас скоро приедет. Во, норм, слышно. Да, я по привычке, короче, беру снизу телефон и закрываю динамик. Простите, пожалуйста. Ты умничка очень красивая, спасибо большое. Бедная утка бесил лежит. Ну да. Вы не представляете, как он ее трепет. Я как-нибудь сниму видос. Он просто тащится. Вот у него есть тапок, который пищит. Есть колечко, а есть уточка, вот которая пищит. И вот уточка это и просто он ее настолько обожает. Так, на проекте я смогла заработать? Да, конечно. Не боишься ночевать одна? Вообще должен Леша приехать, если не приедет. Нет, конечно, не боюсь. Что, бояться-то? Не украдут. Я закрыта на замочек. С тобой спит? Если у Прошпуля, да, он спит со мной. Он просто без меня не может. Он даже купаться мне не дает. Понимаете, он настолько ручной, настолько ручной, что он даже искупаться не дает мне. Я говорю, ну что мне тебе ванну что ли брать? Саму ванну? Не могу же тебя постоянно держать? Леша не ушел с проекта? Нет. Думаю, может пойти покушать мне товарожок? Зачем отвечаешь на вопрос, который про Ваню и Крис? А, как что? Те, кто пишет мне гадости, я просто вот сейчас возьму и заблокирую, потому что мне не нужны. Вот тут вот нецензурные слова и вот такой вот лексикон дурацкий. Так. Почему он на проекте? Проект про любовь же, чушь какая-то. Ну, он сильно как одиночка, поэтому и остался на проекте. Ты вернешься на проект после рождения малышки? Нет. Не сейчас не собираюсь возвращаться, не после рождения малышки. У меня началась спокойная жизнь, и я буду двигаться в нужном направлении. Без проекта, без провокации, без нервов, поэтому я считаю, что я сделаю правильный выбор. Таня, привет, давно тебя не видела. Вот мы с вами увиделись. Я буду чаще по вашей просьбе выходить в прямые эфиры. Так, Тань, ты прикольная, спасибо большое. Передам привет Долгородской области, Чернянка. Передаю привет Долгородской области, Чернянке. Танюша, скажи, а новеньким тоже платят на проекте? Да, да. Привет из Германии, мы тебя любим, счастья тебе. Спасибо большое, мои хорошие. Вам тоже счастья, всего хорошего. Так, ты уже в роддоме? Нет, конечно, еще рано, у меня еще 34 недельки и 5 дней, какой роддом, еще пусть малышка там растет, набирает вес. Правильно, я думаю, лучше жить без этого дома 2, и все нормально будет. Конечно, там хоть 5 лет сиди, хоть 2 года сиди, хоть 10 лет сиди, ты все равно выйдешь, и тебе все равно строить нормальную, адекватную, счастливую жизнь. Снова работать, открывать какой-то бизнес, поэтому не важно, сколько ты там будешь сидеть. Передай привет Николаеву с Украины. Передаю привет Николаеву с Украины. Так, привет из Казахстана, мы тоже тебя любим, и я вас люблю, Казахстан. Вообще, все те, кто со мной, я всех вас люблю, уважаю, ценю, и благодарю за каждое ваше доброе слово, и такое теплое пожелание, которое вы мне пишете. Леша ушел с проекта? Нет. И не грусти, а никто и не грустит. Как можно грустить, если рядом вот такое чудо, и внутри меня тоже есть чудо. Зачем же, ой, зачем же нам грустить? Мы грустить не будем, потому что некогда. Неважно, чего там Безус сидит. Леша работает? Боже, ты лучшая, спасибо, спасибо большое. Я буду чаще с вами выходить в эфир и общаться. Вижу, что вам это очень приятно, что вы задаете много вопросов, много интересных вопросов, ну и также много хейта, куда же без него. Так, чего одеяло без пододеяльника, потому что Леша привез только одеяло, постель он еще, к сожалению, не привез. Привезет мою любимую постель с львами, я постелю, все застелю, и все будет красивенько, культурненько. Так. Вам надо закрепить смс, чтобы вы не расстались, и Леша остался на проекте. Совершенно с вами согласна. Мне кажется, вопрос за квартиру, вопрос за расставание, и вопрос о том, что вернусь ли я на дом 2, звучит сегодня просто через каждую секунду. Отвечаю всем сразу, на дом 2 не вернусь, после родов тоже не вернусь. Вот, с Лешей мы не расставались, и что еще? И квартиру, в принципе, я вам показала, то, что вы просили. Таня, так он свободный ли вы в отношениях? Я говорю, мы не расставались. Ты лучше всех, спасибо большое. Родители будут помогать с малышкой? Естественно, я как бы, знаете, не надеюсь особо на них, буду сама стараться, но я думаю, что морально как бы в любом случае родители и бабушки мне будут помогать и рассказывать что-то, то, чего я не знаю. Вот, поэтому и что-то интересное вот покупает мама всякие штучки прикольные. А ты почему не хочешь возвращаться на Дом-2? Потому что я поняла, что мне без Дом-2 комфортно, хорошо, спокойно и нужно работать. Почему он тебя оставил одну в квартире? А мне очень хорошо, мне замечательно. Он приедет, поработает и приедет, поэтому все хорошо. Я тут своими делами занимаюсь, работой занимаюсь, поэтому мне вот никто не мешает, очень хорошо. сколько дочек уже весит? Как показывает приложение, я вот не знаю, пойду к врачу послезавтра, узнаю вес, но как показывает приложение, что уже два килограмма, во что я очень мало верю. Думаю, что нет там двух. есть какое-нибудь желание вернуться на проект? Нет, его просто нету, но сегодня меня Ваня с Крис позвали в гости, просто приехать в гости. я тебя люблю. привет эсперми, ты хорошая здоровья вам, привет, привет, спасибо вам огромное. Так, Татьяна, вечер добрый, и вам добрый. Вы с Лешей вместе? Да, вместе. Ты красотка, спасибо большое. Леша сам платит за квартиру или 50 на 50? Нет, Леша сам платит. 50 на 50 я не согласилась. Это как бы ненормально, как по мне. Так, откуда родом? Привет из Украины. Родом Белгородская область, город Губкин. Маленький, чистенький город, не деревня, не село, как некоторые думают. Почему Леша не с тобой сейчас? Потому что он на проекте, он работает. Так, такая наивная насчет Безуса. только ты так считаешь, что вместе, а он так не считает. Это ваше мнение. И вы имеете на него право, как бы, поэтому... вопрос вопрос с Лешей вместе сегодня в топе. да. Почему горе накричала, что Леша не будет с тобой? Можете ей задать этот вопрос? Я эфир этот не смотрела, поэтому даже не в курсе. Мне не особо интересно. Честно. Как-то хочешь дочку назвать? я ее уже назвала. Познакомлю вас тогда, когда малышка родится. Имя очень красивое, очень статное, очень редкое и просто восхитительное. Ну и отлично. Он и должен платить. Конечно. Уже мужчина, он же зарабатывает. Танюша, не читай такие плохие сообщения. Ты крутая. Да я пытаюсь не читать сообщения, пытаюсь читать все подряд. Вот попадаются такие люди, которые походу или в себе неуверены, или в жизни не повезло. Эмилия или Ева? Нет. И не то, не то имя. И не Эмилия, и не Ева. Так, вроде ты говорила. Нет, нет, я Евой не стала называть. Нет. Очень красивое имя будет малышки. Так, общаешься с кем-нибудь подписчиков в личке. Да, я открываю периодически директ и отвечаю. Так. Леша помирился с Ваней и Крис или нет? Нет, не помирился. Приветики, солнышко, приветик, моя дорогая Ариночка, приветик. Подружка моя из Воронежа. жили с ней в квартирах напротив. В квартирах рядом, точнее, напротив, рядом. Так, как тебе, Мирослава, имя? Ну, лично мне не очень нравится. Так, а уже называешь по имени? Конечно. Вот, когда глажу ее, обращаюсь к ней. Ариана? Нет. Или Агата? Нет, Агата вообще грубое имя очень. Ну, это мое мнение. Так. Умничка, все у тебя будет хорошо, ты лучшая гимнастка-комсомолка. Ну, не гимнастка-фигуристка, а так, спасибо большое, спасибо. Так. Я все-таки пойду покушаю, потому что мне кажется, что моя доченька требует еды вкусной. Поэтому время, конечно, уже много, но хочется что-нибудь вкусное скушать. Поэтому я была рада с вами пообщаться. Буду чаще по вашим запросам выходить в прямой эфир, чаще отвечать на вопросы, читать директ, отвечать по возможности. И была рада вас всех слышать. Поэтому спокойной ночи. Пойду что-нибудь вкусное покушу и буду ложиться спадки, отдыхать. поэтому всех люблю, целую, обнимаю, всем спокойной ночи и спасибо за этот прямой эфир, что вы были со мной. вы со мной, я с вами. Поэтому точнее наоборот я показала вы со мной, а я с вами. Шпуля привет! И Шпуль желает всем спокойной ночи, да, Шпуль? Десятый сон, скажи, вижу. вот такой вот, скажи, сладкий, да? А вон уточка, уточка лежит Шпулина. Уточка, да. Ну, скажи всем спокойной ночи. Скажи всем спокойной ночи. Шпуля тоже желает всем спокойной ночи и таких же сладких снов, как у него. Все, мои хорошие, я вас всех люблю, сладких снов вам, и я обязательно буду писать во сколько и когда я буду выходить в прямой эфир, чтобы вы подключались, слушали, задавали свои вопросы и смотрели.